Магнитогорске завершился открытый всероссийский турнир по хоккею среди юношей до 16 лет. Под вывеской Кубок чемпионов Национальная Федерация собрала 10 команд из разных регионов страны, а также из соседней Белоруссии. Об итогах 10-дневного марафона на льду арены «Металлург» наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Побороться за трофей в Магнитогорск приехали Хабаровский Амур, Новосибирская Сибирь, Омский Авангард, Уфимский Салават Юлаев, Череповецкая Северсталь, Ярославский Локомотив 2004, Московская Динамо, Скайс Санкт-Петербурга и Минская Динамо Джуниверс. Эти команды – лидеры минувшего сезона в своих регионах. Хоккеисты «Металлурга» оказались в этой компании как хозяева турнира, поскольку в минувшем сезоне магнитогорцы в регионе Урал-Западная Сибирь заняли только пятое место. Бороться за высокие позиции на столь солидных соревнованиях нашим игрокам было непросто, но они сделали все, что могли. Сначала на групповом этапе «Металлург» со счетом 3-7 уступил будущему победителю, московскому «Динамо», затем уверенно переиграл «Сибирь» 5-0. Равные матчи с Северсталью и СК могли закончиться в пользу хозяев, но обернулись досадными поражениями в овертайме и по булитам с одинаковым счетом 2-3. В четверть финале магнитогорцы долгое время достойно бились с «Авангардом», дважды отыгрывались, но в концовке не сдержали натиск фаворита 3-6. Затем «Металлург» в упорной борьбе уступил «Локомотиву» 2-3 и в заключительный день турнира ему представил матч за седьмое место. Последнюю встречу команда провела ярко и уверенно, одержав победу над «Динамо Джуниверс» 6-2. В игре за пятое место «Локомотив» взял верх над Северсталью 6-3, в поединке за «Бронзу» «Авангард» сломил сопротивление «Амура» 3-1. Ну а в решающем матче сошлись «Московская Динамо» и «СКА». Москвичи с первых дней турнира проявили себя как фаворит. На групповом этапе они одержали 4 победы с общим счетом 45-3. В четверть финале крупно переиграли «Менчан» 9-3, в полуфинале разгромили «Амур» 7-1. «СКА» сумел навязать «Динамовцам» серьезную борьбу, но столичная команда все же выиграла 3-2 и завоевала главный трофей. На церемонии закрытия присутствовали старший менеджер группы социальных программ ПАО ММК Федор Наследов, первый вице-президент и директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба, директор по развитию Магнитогорского клуба Сергей Мазякин. Именно легендарный снайпер вручил приз лучшему бомбардиру Кубка чемпионов «Динамовцу» Ивану Рябкину, который в 7 матчах забросил 10 шайб и сделал 15 передач. Также были отмечены лучший вратарь, защитник и нападающий турнира. Призы получили и лучшие арбитры. Ну а главные награды, медали и кубок, по традиции увенчали яркую церемонию. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok